Доброе утро, уважаемые коллеги-трейдеры! На связи компания Amarkets. Сегодня вторник, 11 мая, и мы начинаем математический анализ валютного рынка Forex. После пятничного нонфарма некоторые цели были достигнуты успешно, некоторые пришлось корректировать, и сейчас мы разберем подробнее. Итак, начнем, как всегда, с индекса S&P 500. Индекс S&P 500 еще раз отработал свои краткосрочные цели, при этом немножко вышел за границы трендового канала, но после этого на вчерашней торговой сессии, как мы видим, спустился аккурат к нижней границе трендового канала. Несмотря на интенсивность нисходящего движения, тренд у нас все еще здесь остается явно восходящим. Смотрим мы вверх, есть вверху ближайшие цели, как краткосрочные, так и среднесрочные, поэтому основной идеей, конечно же, у нас остается дальнейшая покупка. Индекса S&P 500 до целей примерно от 4250-4260. Это наши ближайшие цели. В случае похода в нисходящем направлении, здесь у нас одной из отметок по поддержке цены выступит область 4122-4131. Если уж эта область не сможет сдержать цену, то, скорее всего, мы с вами увидим более глубокую коррекцию. Конечно, не факт, что это будет именно на такую размерность, которую мы чертили с вами несколько дней назад, но, тем не менее, размерность как минимум может быть... Ну, давайте предположим, что она может быть вот такой. Такой вариант, такой исход событий вполне возможен, тем более, что, как видим, падаем мы практически до психологического уровня, 40.57. Поэтому такой вариант, пожалуйста, держите у себя в голове. Евро по отношению к доллару укрепился, пробил локальный максимум. Глобальный максимум мы пока еще не пробили. Есть у нас целевой диапазон сверху. Это целевой диапазон 1.2219-1.2239. По структурному движению мы до него еще не дошли, но для того, чтобы нам дойти, необходимо выполнить нужную коррекцию. Поэтому сейчас мы ожидаем трехсоставного волнового движения в нисходящем направлении к уровню поддержки 1.2094. И отсюда будем уже начинать покупать евро по отношению к доллару для достижения верхних указанных целей. Будьте также внимательны. Здесь у нас возможна реакция вот от этого ключевого диапазона. 1.2058-1.2068. Это циклический диапазон нисходящего движения. И надо сказать, что это ближайшая и самая актуальная цель по походу вниз. То есть, в принципе, если цена пробьет этот диапазон и будет закрепляться ниже него, то здесь уже, скорее всего, мы с вами пойдем на более глубокую коррекцию в нисходящем направлении. И пока что в ближайшей перспективе ни о каком движении вверх речи быть не может. У нас остались неотработанные цели по ликвидности. Есть ключевой уровень, который также пока что не отработан. Но на данный момент мне видится основной сценарий именно на поход вверх. Фунт по отношению к доллару достиг краткосрочных локальных целей. Здесь мы оттестировали не только старый ключевой диапазон, который мы рисовали, но еще и новый, который у нас образовался буквально на той неделе. Сейчас самое логичное здесь будет дождаться коррекционного движения, потому что у нас есть очень много уровней поддержки и сопротивления, которые мы не отработали, а при этом целей было достигнуто очень много. Поэтому ждем с вами коррекционного движения к одному из ключевых уровней 1.40.41.1.39.84. И от них продолжаем покупать фунт по отношению к доллару с целями в диапазоне 1.42.10-1.42.50. Доллар японская иена после срыва цены потихонечку восстанавливается. Как видим, восстановление происходит достаточно успешно, но тем не менее тренд у нас здесь краткосрочный все равно просматривается нисходящий. Поэтому основной сценарий будет продолжение движения в нисходящем направлении по вот такой структуре. Ближайшая цель будет находиться в районе диапазона 1.07.776-1.07.919. В случае пробоя трендовой линии и закреплений выше данной наклонной мы будем покупать доллар по отношению к японской иене. Ближайшая цель находится в районе 1.09.517-1.09.610. Более дальняя цель 1.09.753-1.09.884. Это цель уже на обновление локального максимума. Глобальный мы, конечно, пока не обновляем, но там мы потихоньку подбираемся к той зоне ликвидности, которая у нас до сих пор не отработана. Доллар-канадец продолжает валиться вниз. Выполнили мы очередные цели по структурному движению максимальные. Мы пробили несколько ключевых диапазонов, как среднесрочных, так и краткосрочных. И пока что видим, пара, наверное, не собирается разворачиваться. Похоже, что цель у нее добиться именно достижения конкретного дна. Но, в принципе, мы находимся в пределах разворотного диапазона. И здесь нам важно именно найти удачную точку входа. Во-первых, следует сказать, что цель по долгосрочному снижению у нас все еще есть внизу. Эти цели находятся немножко ниже абсолютного минимума, который мы с вами наблюдали ранее на графике. Поэтому при тестировании этих зон у нас вероятны вот такие проколы, ложные пробои и длинные тени. Поэтому будьте, пожалуйста, здесь внимательны. Ближайший диапазон 1.19.37.1.20.0.56. Более дальний диапазон 1.18.28.1.18.94. При достижении данных диапазонов можно открывать среднесрочные агрессивные покупки. Ну а пока что здесь придерживаемся строго направления в селл. Доллар-франк, как видим, тоже немножко скорректировался вниз. Пробили мы наш среднесрочный целевой диапазон. Но, тем не менее, сейчас здесь вырисовывается что-то наподобие разворотного паттерна. То есть есть у нас одна проторговка, есть срыв, как видим, есть вторая проторговка. И в данный момент цена бодренько шагает в восходящем направлении. Ближайшие точки сопротивления это 0.9030-0.9053. От этих уровней у нас могут быть какие-то реакции или продолжение нисходящего движения. Ну а если, собственно, цена будет закрепляться выше данных проторговок, то есть какой-то вот такой, вот такую структуру рисовать, то здесь можно смело покупать. Ближайшая цель находится в районе 0.9073-0.9080. Закроем таким образом пятничный срыв цены. Ну а более дальние цели 0.9177-0.9195. В случае продолжения нисходящего движения, ближайший диапазон у нас здесь долгосрочный. Это 0.8887-0.8936. При его достижении также актуально открывать агрессивные покупки. Ну а также будьте внимательны, у нас здесь есть давний самый неотработанный диапазон ликвидности, который мы рисовали еще в начале января, и он у нас до сих пор остается неотработанным, поэтому цену могут к нему подвести и только потом уже развернуть и пойти на повышение. Австралиец доллар достиг своих ближайших целей. Цели более дальние у нас все еще есть, и те, которые мы рисовали раньше, и те, которые вновь образовались. Но тем не менее сейчас мне видится, что наиболее логичный исход это подождать коррекцию. Коррекция у нас может быть к уровню 0.780707767. Я бы здесь рекомендовал отметить себе именно нижний уровень, поскольку он находится внутри циклического диапазона. Таким образом, то есть основной сценарий у нас будет здесь следующий. Ожидаем снижения вот в эту область, и после этого продолжаем покупать с целью в диапазоне 0.7913-0.7935. В случае нисходящего движения здесь у нас будет основной целью это обновить локальный минимум котировка 0.7676. Такой сценарий у нас станет возможным только после закрепления ниже котировки 0.7764. Вот таким образом. Новозеландец доллар, поболтавшись во флете, как мы видим, предпринял попытку выхода из флета, оттолкнулся от диапазона от уровня минимальной коррекции и пока что сейчас находится в пределах накопления. Здесь наиболее вероятный сценарий также я вижу снижение краткосрочное к ключевому уровню 0.7226. И следующий уровень 0.7181. Но уже после этого мы можем рассчитывать на дальнейший поход вверх. Более дальние цели 0.7366-0.7389. Это будет наш основной сценарий. Но альтернативный сценарий это движение в нисходящем направлении с закреплением ниже уровня 0.7181. И тогда мы пойдем на обновление локального минимума и при пробое данного уровня пойдем еще дальше. Золото заметно выросло, оттестировало все цели, которые у нас были среднесрочные, в том числе и ключевой диапазон ликвидности. Таким образом по золоту у нас выполнены среднесрочные цели и теперь мы будем смотреть уже на долгосрочный период. Поскольку в данный момент у нас все зоны ликвидности, за исключением вот этого диапазончика, остаются оттестированными, мы будем ждать какой-то развязки на этом инструменте. Пока что рекомендую вам дождаться коррекционного движения к одному из ключевых уровней поддержки 1812-1796. Ну а после этого уже начать покупать золото с целью в диапазоне 1874-1864. В случае если золото будет снижаться и закрепляться ниже ключевого диапазона 1788-1793, у нас здесь будет отрабатываться сценарий на понижение, на более глубокую коррекцию. И здесь ключевым уровнем будет 1721 ровно. Серебро. Так же как и золото оттестировало верхние цели. Как видим циклически мы пришли туда, куда и должны были прийти. И здесь также мы сейчас будем с вами ожидать коррекции. Уровень минимальной коррекции 2706 пока не оттестирован. Видим чуть-чуть нам буквально не хватило, поэтому вполне возможно еще мы от него сделаем какую-то реакцию. И уровень 26675 также у нас остается актуальным. Поэтому ожидаем коррекцию к этим границам. Как мы видим структурно мы в принципе можем прийти в диапазон между этими уровнями. Ну а затем продолжаем покупать цели сверху. Следующие 28.71, 28.96. Также здесь есть неотработанные зоны ликвидности 28.29. Нефть марки Brent продолжает двигаться в рамках восходящего трендового канала. Здесь все очень четко отрабатывается по техническому анализу. И сейчас у нас здесь идея следующая. Смотрите, у нас есть вот этот уровень поддержки и сопротивления, который мы отмечали на прошлой неделе. И сейчас, как мы видим, он еще продолжает работать. То есть он работал в пятницу, он работал вчера в понедельник. И сегодня мы вновь к нему подходили. Поэтому при таких нескольких подходах на следующем рывке мы можем этот уровень успешно пробить. И уронить цену к нижней границе трендового канала. В принципе это будет логично. Однако цели по текущему циклическому снижению цены находятся за границей трендового канала. 65.81, 66.18 наша цель. Поэтому будьте внимательны. Здесь мы можем слегка выйти за рамки. И затем уже сделав, либо нарисовав ложный пробой, либо нарисовав паттерн 1, 2, 3, уйти либо к нижним целям, либо к верхним целям. В любом случае нижние цели у нас с вами остаются прежними. Это ключевой уровень 61.60. Цена будет стремиться к нему, если мы пойдем в нисходящем направлении. Ну а если будем рисовать паттерн ложный пробой, то будем работать на достижение верхних целей. Это уровень 71.58. Это верхняя граница трендового канала. И более дальний диапазон 72.67, 73.28. Это цели, которые находятся уже за границей трендового канала. Поэтому здесь, скорее всего, будет либо пробой, либо ложный пробой. Это будем смотреть уже по факту. И доллар-рубль. Собственно, все произошло по тому сценарию, который мы с вами рассматривали. Мы ожидали снижение в рамках нисходящего трендового канала до уровня 73.43. Но, как мы видим, очень четко отработала наша идея. Практически без какой-либо погрешности. И сейчас цена двигается в восходящем направлении. Поэтому ожидаем сейчас дальнейшего подъема цены, как минимум к верхней границе трендового канала. Затем уже можем рассчитывать на пробой и продолжение восходящего движения. 77.42 наша ближайшая цель. Ну, а в случае, если мы оттолкнемся и пойдем в нисходящем направлении, следующей целью здесь станет уровень 72.58. Соответствующий нижней границе трендового канала. Циклические цели у нас с вами до сих пор присутствуют, которые не отработали. Но, тем не менее, для начала нам нужно будет именно закончить движение в рамках текущей нисходящей тенденции. Такие торговые идеи есть на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал АМаркетс, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли!